И за детей как раз, и актуальное свидетельство, совсем коротенькое. И актуальное свидетельство, совсем кратко. Да, что действительно наши молитвы, они не просто так бесследно не проходят. Что действительно наши молитвы не минават и така. И наши дети, они всегда под Божьей защитой. И наши деца винаги са под Божья защита. Да, но иногда случаются некоторые такие случайности. Но понякога се случат случайности, които не са случайности. Да, в общем, в среду были на служение, я с Натаном. В среду бяхме на служение, а с Натан. Да, и после служения я пошел забирать Натанчика, он там с детьми игрался, и он мне говорит, папа, у меня болит горлышко, я съел вот эту штучку. Я смотрю, как будто на деревьях ничего еще не растет, а следом на деревето ничего не растет, да, я говорю, что ты съел, покажи кочеринку, ну вот это, и показывает на землю, и там такие колоски беленькие белые растут. И показва на землята, и там има трън, да, и он съел маленькие кусочки от тръна, и той изъел малко парче от този трън, а если кто не знает, у него такие есть маленькие, как крючочки, иголочки. Ако някой не знает, то има по него като иглички, да, и он говорит, папа, у меня болит горло, и той казва, тати, боли ме горлото, вот, ну, я, конечно, начал переживать, но я сильно не показал лидо. Я започнах да се притеснявам, но не съм го показвал това. Да, в общем, мы пошли на кухню, я дал ему попить воды, и он не смог попить. Утидохме в кухнята, дадохме вода да пи, обаче той не успял да пи. Да, слава Богу, здесь был пастор Геннадий, я быстренько его подвожу к нему, говорю, давайте посмотрим. А слава на Бога, пастор Геннадий е бил тука, и аз помолих той да го прегледа. Ну, мы ничего не увидели, приняли решение поехать в неотложную скорую помощь. Да, мы приехали туда, Натан на удивление был крайне спокойным, как будто ничего не происходит. И я постоянно не спрашивал Натану, у тебя болит? Он говорит, да, болит. То я много питах, Натан боли ли те? И той ми отговаряше, да, боли ме. В общем, нас начали по кабинетам таскать туда-сюда. Започнаха да ни влачат из кабинетите. В один кабинет пришли, посмотрели, ничего не видно, идите в другой. В один кабинет влязохме, погледнаха, казаха, че нищо няма, и спратиха ни в друг. В другом кабинете опять педиатра смотрят, говорят, ничего не видно, нужно делать эндоскопию, это под наркозом. В другия кабинет отиваме, педиатра нищо не вижда, и той казва, че трябва да правим эндоскопия, която трябва да се прави под упойка. Да, я говорю, Господи, что происходит? Давай уже нешло все это все. Моляте, намисли се в това? Да, тут начали звонить друзья, казвать поддержку, говорят, молимся. Започнаха да звонят приятелите, поддържиха ме, започнаха да се молят. Да, мы уже подошли к третьему кабинету. Отитахме в третия кабинет. Прошло где-то час-полтора времени. Мина час-час и половина от времето. Да, време было там 10-30, по-моему. Времето беше 10 и половина, вече им трябваше да си лягат. Да, и я, в общем, ждем очереди. Ние чакахме на опашката. И я думаю, Господин, хорошо, ты зачем ты это допускаешь? И я смислял, Господи, за какво го допускаешь това? Да, я начал ново так. И сразу приходит ответ, что... И веднага ми идва отговор. В такив момент нам дает Бог възможност, че в такива моменти Господ ни дава възможност да говорим с децата. На как раз эти актуальни темы. На тези актуальни теми. И я начал Матано объяснять, что нельзя ничего есть вот так беспорядочное, не можешь така от земята да едешь нещо, ако не знаешь какво е. Да, что должен спрашивать у взрослых, если ты не знаешь какво это. Я думаю, что многие слышали истории, когда детям предлагают что-то на улицах, незнакомые люди. Сигурно повече от вас са чували историите, когато нещо са давали на децата на улицата. Да, и в этот момент Натан мя очень внимательно слушал. И в този момент Натан много внимательно ме слушаше. И я думаю, что на вот этом стрессовом моменте у него очень все это отложилось в голове. Аз мисля, что в този стрессов момент всичко му се отложило в головата. Да, и я думаю, что Бог, возможно, специально допустил эту ситуацию для этого. И аз мисля, что Бог допустил тази ситуация специально. И после нашей беседы Натан мне говорит, папа, я устал. У меня уже ничего не болит. Поехали домой. Да, и последний нас доктор еще посмотрел. И последний доктор не погледна. В этот момент позвонил главврач. В този момент главния лекарь се обадил и я казал, еще некоторые моменты. Посмотрите, если все в порядке, отпускайте. Да, да погледнем още в някой моменте. А если ничего не му, тогда да си ходим в кашти. Да, слава Богу, что он попал не в дыхательные пути, а в пищевод. Слава на Бога, че той е попаднал не в дыхательните пътища, в хранителния. Поэтому, слава Богу, он переварил се, усвоил се. Слава на Бога, той се е преработил. Да, вот. Поэтому благодарна всем, кто молился. Зато благодарна знатези, които се моли и на пастор Геннадий, което го казал подкрепа. И не только молитвами, и съветами. Не само с молитвами, и съвети. Слава на Бога, благодаря на всички. Да, все в порядке. Всичко наред. Слава на Бога.